Добро пожаловать на канал о криптовалютах Neolife. Всех приветствую и сегодня я хочу поговорить о новостях. Так, SWIFT протестила решение для платежей с помощью государственных криптовалют. И государственные стейблкоины, различных центробанков и токенизированные активы были успешно задействованы в финансовой инфраструктуре в ходе двух отдельных экспериментов. В тестировании по полномасштабному развертыванию CBDC приняли участие 14 центральных и коммерческих банков. И в ходе эксперимента выяснилось, что инфраструктуру SWIFT могут быть интегрированы платформой для токенизации активов с разными типами наличных платежей. И аналитики SWIFT пришли к выводу, что CBDC могут быть быстро развернуты на масштабном уровне для упрощения торговли между 200 странами. С помощью решения SWIFT центральные банки могут напрямую подключать свои сети к другим платежным системам через единый шлюз. Также еще одна новость. В России могут ввести штрафы за криптовалютные платежи. Так, Анатолий Аксаков напомнил, что власти против использования криптовалютных платежей внутри России и предложил ввести ответственность для нарушителей. Нужно жестко запретить, по его мнению, использование криптовалют как средство платежа на территории России и привлекать за это к ответственности. Но при этом дать возможность работать за предельной юрисдикцией, если есть такая возможность, в том числе оплачивать поставки товаров в Россию. Еще ранее директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков говорил, что ценны любые цифровые активы, способные заменить долларовые платежи и систему SWIFT в международных платежах. Еще одна новость. Гигантская компания Fidelity по управлению активами на сумму 4,5 трлн долларов США начинает предлагать доступ к эфириуму через новый индексный фонд эфириума. Финансовый титан на данный момент прилег к чуть более 5 миллионов долларов для индексного фонда эфириума. При этом минимальная сумма инвестиций на одного человека установлена на уровне 50 тысяч долларов. Fidelity заявляет, что сосредоточен на привлечении институциональных инвесторов. И мы стараемся не думать о спаде, а сосредоточиться на некоторых долгосрочных показателях, таких как спрос со стороны клиентов. И мы пытаемся построить инфраструктуру для будущего, потому что измеряем успех годами и десятилетиями, а не неделями и месяцами. То есть компания Fidelity видит большой потенциал у криптовалют. Также еще одна новость, SEC по-видимому опасается большой победы компании Ripple и наносит удар по фирмам, которые ее поддерживают. Так SEC выступила против попыток двух фирм, это iRemit и Tapjets, которые предоставили в суд отчеты в поддержку компании Ripple. Ирегулирующий орган раскритиковал их за попытку представить доказательства, выходящие за рамку ограничения правил раскрытия информации и предварительного постановления суда. SEC также утверждает, что эти две фирмы не могут четко объяснить, как компания Ripple было предписано зарегистрировать продажи и распространение XRP, что помешало бы им использовать криптовалюту. В свою очередь компания Ripple считает, что электронные письма Хинмана подкрепят ее аргументы и докажут, что SEC выбрала двух победителей в криптоиндустрии, это Bitcoin и Ethereum, и отвергла всех остальных. И если компания Ripple выиграет, это станет серьезной неудачей для SEC, ее планы регулирования посредством принуждения. И что еще более важно, XRP имеет шанс просто взорваться до новых исторических максимумов. Также еще CryptoBullXRP говорит, что XRP собирается сделать то, чего не делала ни одна криптовалюта, это победить SEC. Он будет полностью отрегулирован и принят крупными учреждениями, это будет самая надежная инвестиция. Стефан Хубер говорит, что SEC будет ждать до последнего возможного дня, чтобы добиться пересмотра и еще одной апелляции на решение. И сначала они сделают вид, что наконец-то собирается передать документы Хинмана, только для того, чтобы потянуть время, а затем снова начнут затягивать процесс. Компания Ripple делает такой пост, что успех приходит благодаря изменениям, а не случайности. Вот почему мы даем возможность лидерам инновационных финансов изменить способ введения финансов и получить преимущество в бизнесе с помощью криптовалюты. Кто присоединится к нам? Задают они такой вопрос. Также еще один из программистов XRP кошелька KSUM пишет, что я до сих пор не понимаю, зачем нам Lightning уровень L2, если есть множество сетей и технологий, делающие это намного лучше на L1. И в заключении видео XRP Phoenix пишет, передвигайте игровые фигуры в тишине, просто скажите слово, когда придет время поставить мат. Спасибо за внимание, я надеюсь вам понравилось данное видео, подписывайтесь на мой канал, а также на мой телеграм-канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, кто хочет может поддержать канал, всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok